Знаете, как говорят, образование ума не дает, во-первых. Во-вторых, образование такое академическое, оно дает основу, базу. Но реальная жизнь требует постоянно каких-то новых навыков, умений, новых знаний. И получать образование под 2, 3, 5 лет уже не может себе позволить роскоши столько времени инвестировать. Поэтому для взрослых людей более актуальны короткие формы обучения, такие как в частности тренинг. Поэтому я прохожу в год 4-6 тренингов, иногда больше. Но 4-6 такая гигиеническая норма. Вот в этих пределах я должен обязательно поучиться у разных людей. Это могут быть не обязательно звезды мировой величины, это могут быть люди менее известные. Но по совету коллег, например, или прочитав рекламу тренинга, я могу счесть, что мне это может быть важно, интересно. Иду с удовольствием участвую, получаю результат. Но, к сожалению, иногда я смущаю моих коллег, которые, увидев меня в группе, особенно если группа небольшая, почему-то считают, что если тренер сам достиг какого-то уровня профессионализма, то ему в тренинге более низкого уровня тренинга делать нечего. Но это очень странное суждение, поскольку рейтинги, они имеют отношение больше к маркетингу, чем к профессионализму, на мой взгляд. Короткие, динамичные, игровые, практичные. Что-то, что диметрально противоположно лекции. Для госслужащих, да, у меня была работа с правительствами нескольких регионов и даже с правительством одной страны, не назову ее. У меня запрашивали ораторское искусство исключительно. У меня не было других запросов, хотя я бы сказал, что нужно корректировать в целом мировоззрение. Громко сказано, скажем, кто я такой, чтобы корректировать мировоззрение самих государственных чиновников. Но мне кажется, что произошло некое смещение представлений о функции и роли государственного чиновника. Я выделяю пять профессий, выбрав которые, человек расстается с идеями Луи Виттонов, Ламутенов, Мальдив и Парижей. Сразу. Это профессии служения. К ним относятся священники, учителя, офицеры, врачи, его служащие. Если ты выбрал себе такой путь, сразу объясни жене, что ты будешь служить, а тебе будут платить то, что могут заплатить. Не столько, сколько ты заслуживаешь, не столько, сколько ты хочешь, а столько, сколько тебе могут дать государство, прихожане и так далее. Мне кажется, нужно корректировать само представление о мировом устройстве, о том, как социум выживает, как формируется успех, что это такое, какова их роль и миссия в том деле, которым они занимаются, в том деле, для чего они существуют. Субтитры создавал DimaTorzok